Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Future Fight. Так, что у нас здесь? А, награда за второй день, понятно, это нам не нужно. Блин, за седьмой день довольно хорошая награда будет. Так, посмотрите наградушки. Чё-то нам не показывают нихрена, ребят. Так, выбрать биометрики и ген X. Нет, я лучше выберу биометрики, ё-моё. Ну и что же мы за это получим? А мы получаем 20 биометрик ежедневно. И здесь у нас киллмонгер. Такой вот чувачок. Хотите привезти? Ну конечно хочу, ребят, но... Так, доступно повышение ранга 2. За 21 тысячу голды, естественно, мы с вами это делаем. Вот он. Завершено повышение ранга у нас. Так, закрываем. Путешествие героя 2. Достигните мастерства 1-звёздочного с героем по имени Призрачный Гонщик. Так, хорошо, давай перейдём. Повышение мастерства позволяет увеличивать параметры вашего персонажа и получить навык лидерства. Повысить мастерство можно только после повышения ранга героя. Камни Норн, повышающие мастерство, можно раздобыть в сюжетных и ежедневных миссиях. Так, кликаем сюда. Куда они меня ведут? Так, профиль. Мастерство. Ага, материал для мастерства. Это вот камень, да? Всемогущество Норн. Ну-ка, за 11 тысяч, конечно. Повышаем. Оу, у меня первая красная звёздочка, ребята. А по-моему, максимальная это 6 красных звёзд. Так, ну что же, путешествие героя 2 выполнено и нам предлагают забрать реворд. Кристаллы 15 и фишки опыта. Угу. Так, дальше перейдём. Глава 1. Пропавший учёный. Этап 3. Хм. Так, а что у нас тут? А здесь у нас, ребяточки, забираем, конечно. Оу. Ёлки-палки. Настоящее имя? Фелиция Харди. Так, 54 килограмма весу. Биография. Фелиция Харди выросла из баловной папиной дочка, которая стремилась подражать любимому отцу. Когда она обнаружила, что он является величайшим в мире вором по кличке Кот, она решила последовать по его стопам и прошла суровое обучение, чтобы овладеть боевыми искусствами и научиться пользоваться отмычкой и вскрывать сейфы. Вот так вот, ребятушки. Фух. Так, подарочки. Оу, здесь надо, ребята, всё забирать. Хе, пространственный мусор, ё-моё. Так. Мега-билет пригодится. Так, тут у нас выбор биометрии. Ух ты, ребята, кого будем выбирать? М-м-м. Шури. Шури, Шури. Блин, давайте, наверное, выберем Шури. Хотя, слушайте, а давайте мы с вами выберем... Подожди, Хэлло у нас уже есть, да? По-моему, есть. Тогда давайте возьмём всё-таки Шури. Да, я хочу приобрести. И... И... 10 биометрик мы тратим. И вот она. Так, Шури, рост... Ээээ... 170. Так. Шури, младшая сестра Чалы и принцесса Ваканды. Будучи гениальным изобретателем и инноватором, она использует навыки для создания продвинутых технологий ради блага Ваканды. Понятно. То бишь, девочка-чудо-инженер. Так, здесь мы тоже это всё забираем. Уведомления. Что здесь такое? Ага, открываем. Естественно, опять же забираем. Ёлки-палки, тут можно, знаете, полдня открывать, забирать. Можно всё как-то это сразу забрать, чтобы... Так, а я уже получил, ё-моё, я... Всё уже получено, я тут выбираю, блин. Так, путешествие героя 3. У-у-у-у... Так, используйте фишку опыта. А где? Как мне её использовать? Меня почему-то отправляют сюда. Ну? Так, перетащить. Ну давай перетащим. У персонажей с повышенным мастерством повышаются параметры. Ну, понятно. Так, тут у нас значок лидерства. Ну, я так понимаю, лидер у меня сейчас именно призрачный гонщик. Развитие. Развитие, ёлки-палки. 2 миллиона 500... Вы... Ха-ха-ха. Нормально. Слишком низкое мастерство, видите ли, да? Охереть можно. Так, ну-ка, а мастерство у нас... Я могу повысить, да, ведь могу? За 21 тысячу. Или не могу? Недостаточно материалов. А вот здесь вот... Так, это я его... До 6 звёзд, ребят. Ну, у меня же вроде уже есть 6 звёзд. Я боюсь, что я профухаю этот билетик впустую. Наверное, пока не стоит этого делать. Так, снаряжение. Так, тут ещё снаряжение. Блин, а как его менять? Я уже забыл. Всё, ребят, как-то давно было. Так, и навыки я, естественно, тоже не могу. Хотя могу. Блин, 10 уровень уже. А он у меня какого? Вообще, по-моему, 1 уровня, да? То есть он имеет у меня 6 звёзд, но уровень-то у него 1. Соответственно, я ничего не могу ему улучшить. С 10-го только уровня начинаются вот эти все развивалки. Ладно, хорошо. Для этого нам нужно, естественно, ребята, сделать миссии. Так что вот этап 3 нас, по-моему, ребята, ожидает. Вау, смотри, Росомаха. Прикольно. Ладно, пойдёмте с вами на пропавшего учёного. Команду, в принципе, наверное, вот такую с вами и оставим, да? Так, вот так вот поменяем маленько. Всё. Так, Гонщик, Альтрон и Хелла. Да, вполне меня это всё устраивает, ребята. Так, начинаем. Будет трудным. Почему у меня слабая сила атаки? Да нифига, по-моему, нормальная у меня же он. Похоже, Старктаур уже перешёл в руки Альтронов. Спасибо за свежие новости. Люблю слышать о том, как враг захватил мой дом. Ускоримся, ребята. Что у тебя есть такое, что они хотят заполучить, Тони? Не имею ни малейшего представления. Им явно что-то нужно. Клянусь, я понятия не имею. Жаль, что Хэнка Пима здесь сейчас нет. Это он делал эти чёртовы штуки. Если бы Хэнк не создал Альтрона, то, уверенно, в конце концов, это сделал бы ты. Наташа, я тебя умоляю. Ты правда думаешь, что я допустил бы нечто подобное? Я не знаю. Он может быть не здесь, а в каком-нибудь другом измерении. Кто знает? Мы так ни до чего не договоримся. Давайте найдём то, что они ищут. Так, я не против, ребята. Давайте. Самому интересно, что они там ищут. Этакое. Что мне неизвестно. Так, вам атаковать. Мне это всё понятно. Лаборатория в Старк Тауэре. Так, ну что, мы играем, ребята, вот за этих... А где музыка? Я не понял, куда музыка исчезла, ребят? Куда делась музло? Без музыки как-то скучно. Уху! Нормуль. Слушайте, а что-то меня как-то здесь потихонечку разбирают. Я, по идее, должен раскачиваться очень быстро. Ну, что-то никакой раскачки пока не вижу. Йо-хоу! Я обожаю вот этот вот удар цепью, когда он машет вокруг себя. Просто масуха. Так, уведомление какое-то. В магазине что-то новенькое появилось. Хе-хе. Новенькое, но не для меня. Здесь я ещё пока слабенький. Что-то покупать. Повышение уровня. Наконец-то, ребята, я получил второй уровень себе. Так, только... Блин, ну действительно, куда музыка-то делась, а? Кстати, я могу, по-моему, как-то призывать помощь... ...первого уровня. Пятизвёздочный красный. Хм. Ладно. Думаю, что мы здесь пока сами справимся. С этими роботами-киборгами. Всей этой шалупенью. А идём мы с вами, по-моему, на Альтрона. Я так понял, да? Обнаружен нарушитель активации системы защиты. Смотри-ка, Тони, разве это не воитель? Хм. Похоже на то. Но я сомневаюсь, что им управляет Роуди. Он не говорил бы, как идиот. По крайней мере, хочется думать, что он не стал бы. Хм. Показатели жизнедеятельности внутри не реагируются. Поскольку Альтрон может контролировать машины, возможно, его похитил он. Это весьма вероятно. Мне повезло, что он не стал трогать меня. Хм. Да-да-да, кстати. Если подумать, то эти Альтроны не кажутся вам немного, так сказать, не в себе. Именно так оно и есть. Запустить боевой модуль. Поразмышляем об этом позже. Да, я с тобой согласен. Потому что у нас тут предстоит бойня. Воитель. Коснись с экрана. Коснулся? Ну что, иди сюда, босс. Так, понеслась. Ёлки-палки. Воитель. Это, ребята, помните, да, чувачок-то был в костюме, который просил себе. Дай мне костюм, Тони, потому что я хочу быть тоже супергероем, ё-моё. Так, ну-ка, Хэлла, давай проверим тебя. Что ты у нас тут умеешь делать. Так, ну, вроде бы неплохо. Слушайте, я не могу понять, я хоть... Нет, наношу урон, но какой-то очень маленький. Так, Альтрон. Давай чё-нибудь там... О, нормулька. Так, хорошо, ты жаришь. Так, чё-то этот чувачок... Блин. Почему у нас так здоровье-то быстро тратится? Я не могу понять этого. Кстати, музыка почему-то появилась, то не было, то появилась откуда-то. Так, хорошо. Ну-ка, вот так вот, вот так вот. Так, ну что, пол хп я ему снёс, ребят. Как видите, оу, у меня просто переключится на другого персонажа. Так, давайте продолжать бомбить. Я такой ничтожный урон наношу, там по 33 единицы, по 48. Чё за фигня-то? По 15. Ты никуда не годится. Нифига себе он раздухарился. Слушайте, он на мне чё-то висит. Вон, смотрите-ка. Меч, пламя какой-то. По-моему, у меня сейчас тут будет хана. Блин, ему осталось всего 487 хп. Снести и всё. Оу, да у меня все уже сдохли. Альтронушка последний. Офигеть, как так? 289 хп всего. Так, на, гад. Блин, как ведь протянуть бы... Ай! Чёрт подери. Блин, миссия провалена, не волнуйтесь. Зашибись. А как? Я не помню. Он меня как-то подбил. Хм. Жаль. Очень жаль. Это что, придётся мне? Используйте фишку опыта. Блин, да как её использовать-то, а? Фишку эту опыта, блин. Да, ребята, я его не потяну. Мне нужно раскачивать своих вот этих вот ребят на каких-то других сюжетных миссиях. Причём довольно простые, чтобы я мог как-то приспособиться, можно так сказать. Вы посмотрите, у меня герои. Ё-моё, шестизвёздочные. Так. И, наверное, это нужно делать, знаете как? Брать с собой сильных героев. И с ними уже брать слабенького. И только за счёт этого раскачиваться. По-моему, как вариант, я думаю, прокатит. Так, давайте-ка мы, наверное, сейчас с вами проверим мою теорию. Но, по идее, она должна быть верна. Если мы сейчас заколбасим, да, этого воителя, грубо говоря, тем же самым хотя бы Капитаном Америка или Железным Человеком, то опыт падёт также и на призрачного гонщика. И от этого, естественно, он будет повышаться по уровню. Так, ну чё вы тут? Тьфи! Они Капитаном Америка вообще ничего не могут сделать. Смотрите, они бьют, бьют и по барабану всё. Так, хорошо. Так, ящик. Плюс 10 голды. Переходим. Опять здесь, ребят, почему-то музыки нету. Да чё за фигня-то? Куда она вдруг делась? Так, ладно, давайте расколбашивать здесь. В принципе, здесь можно пройти довольно быстро до самого босса. Потом нам будет здесь доступна автоигра, когда мы пройдём её раз. Можно кликать и у нас будет уже здесь автобот. То есть он будет сам здесь разбираться со всеми, сам добегать до босса и, естественно, его валить. Это нужно будет для биометрик. Для получения. Так, воитель. Ну что же, давайте теперь посмотрим, что он на это скажет. У меня как раз Капитан Америка пятого уровня, Железный Человек тоже пятого уровня. Так что я думаю, мы должны с этим Ахламоном будем справиться. А чё это у него так хипачки-то быстро улетает, а? Ты посмотри. А, ну правильно, у меня уже ё-моё. Хе-хе. У меня призрачный гонщик четвёртого уровня. Чё вы хотите-то? Так. Всё, пора ему сдохнуть. Я же помню, что он должен быть лёгким, этот босс. Так что, ребяточки, звёзды ещё ни о чём тут не говорят. Уровень тоже здесь важен. Так, сдох. Ну, давайте посмотрим, получим мы с вами опыт или нет. Так, три звезды. О, да. Ещё как получим опыт. Уровень четвёртый даже получается у нас. Хм. Ёлки-ка. Конечно, хочу, ребят. Вау. Повышение ранга завершено. Железный Человек у меня подрос. Причём довольно хорошо. Камень, норны и осколок кристалла Мкран. Так, и он используется для повышения мастерства персонажей. Так. Эй, подождите. Созданный мной костюм не может быть таким слабым. Гордыня до добра не доводит. Хе-хе. Збой системы. Выполняется инициализация данных. Этот парень слишком много болтает. Я вырубаю его. Чук. Вот так. Ну, это было просто. Хотя я должен добраться до составных частей, чтобы посмотреть, что случилось с этой бронёй. То есть, одним словом, мы должны его разобрать. Кстати, это было не просто похищение. Даже внутри всё переделано. Ты уверен? Конечно, уверен. Свою работу я бы узнал. А это не она. Вероятно, он прав. Это было слишком легко. Да, это было слишком легко. Так. Ну что. Чем нам, ребятушки, заняться? Так. Железный человек был прав. С этими Альтронами явно что-то не так. Так. Это говорит Иоакаста. Что ты имеешь в виду? Похоже, их действия не согласуются с прежним поведением Альтрона. Ну вот, я же говорил. Они выглядят так, будто им не достает нескольких винтиков. Хм. Странно. Может быть, причина в том, что они продукт массового производства? Возможно, причина в этом. Тем не менее, есть заметные отличия от данных Альтрона, которые у меня есть. Иоакаста, продолжай анализировать данные и предоставь нам что-то более определённое. Тем временем, мы отвоюем в Старк Тауэр и найдём настоящего Альтруна. Если он вообще там. Угу. Если он действительно там. А то, может быть, мы просто в холостую сейчас будем бегать. За непонятным призраком. Так, ладно. Лаборатория в Старк Тауэре. Понеслась, ребята. Блин, опять музла нет. Да что за фигня-то? Предоставь это мне, Тони. Вау, что за истребитель? Ну что, прилетали. Фу. Лашпены. Просто с полтычка их разнес. Всех в хлам. Так, ладно. Старк Тауэр. Индустри. Так. Фига они там спускаются, да, ребят? На этих. На тросах с потолка. Много демона сидит сюда. Блин, да вы когда-нибудь закончите, нет? Все, прут и прут. А что интересно означает, когда вот вокруг меня образуется вот этот щит? Какая-то защита, что ли? Так, чувство опасности. Босс? Вот это босс? Даже два босса? По-моему, лохи какие-то. Все. Миссия пройдена. Три звезды? Шикарно. Елки-палки, повышение уровня. И тут еще уровень повышен. До пяти. Растем, как на дрожжах, ребята. Ну, поначалу это всегда так. Всегда все легко и просто, а потом начинается, начинается Тига Мотина. Все очень долго, долго и нудно. Нет, не надо нам никакого доната За 318 рублей Да, я хочу отменить Так, а что у нас здесь такое, ребят, смотрите-ка Какие-то миссии новые там Так, достижения, команда Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что тут у нас За ежедневные Да, я это все хочу забрать И вот это тоже забираем Так, ежедневная викторина Так, это мы тоже забираем Фишки опыта Которые я до сих пор не могу понять, как их использовать Так, а здесь что у нас? Забираю все И за 8, мощь 1 Угу Викторина Начинаем Как называется снаряжение, часто получаемое в особых миссиях И дающее особый параметр каждому персонажу Давай так попробуем Нет, неправильно, ни вибраний никакой Хе-хе, шестой уровень получаем Как называется материал, используемый для вербовки Да-да, именно биометрики должны быть, ага Где можно получить фишки опыта и биометрики, а также забрать дополнительные награды за поражение скрытого пути на определенных этапах Ух, ну-ка Есть, ребята, правильно Так, какая способность среди доступных эффектов навыков блокирует урон, но накладывает на персонаж такие эффекты, как пробивание защиты и ослабление Да, очень интересный вопрос И может быть итоговый урон, хотя при чем здесь итоговый урон, а? Может быть неуязвимость все-таки? Давайте попробуем Хе, нет, неправильно Как называется параметр, повышающий шанс критического удара на гарантированное фиксированное значение, независимо от уровня противника Естественно, ребята, шанс крит Все Кончилась у нас викторинка Довольно быстро причем Так, ну что Давайте опять переходить на эту фишку опыта, блин Так, может быть что-то здесь? Нет, здесь у нас не то Черт, как же, блин Фишки-то эти Я помню, что можно как-то их было делать Там не хватало, например, до опыта Мы их крутили, накручивали себе И у нас возрастал опыт Бонус от комплекта Автосмена комплекта Смена 20 р Че, че? 20 рублей, что ли, блин? Поменять комплект Не пойму пока я ни хренашечки Ребята, слишком все очень замудрено Это всегда так Классически 70-е годы, блин Ладно, нам нужно куда-то пойти И уже в конце концов поиграть Тут можно полдня в этих Функциях лазить И толком ничего не понять Задания, события Ограниченные события Там, путешествие героя Фу-фу-фу-фу Тут еще вторая вкладочка есть Ёлки-палки Ну, давайте Зайдем, наверное В задание события Как вы думаете? Ого Так Ну-ка Зайдем-ка сюда И ни хрена не понял я Черт, да подери А где задания-то сами, а? Вот тебе и спокерей Блин Карты Карты какие-то Вставить Можно еще Карты Ё-парасете Что тут происходит, а? Слушайте Ну, это нужно Играть, ребята В нее конкретненько Так, чтобы Хотя бы уже Начинать Что-то соображать Когда раньше я играл Там, по-моему, было Ну, не настолько Всякого Как сейчас Там было как-то попроще Да и персонажей было Там в разы меньше Там, по-моему, самое последнее Когда я был Это у нас Путешествие Стрэнджа Было А тут уже, смотрите Тут всякие Ё-моё Вызовы Хиризовы Так, легендарные битвы Оставшиеся наград Пять Также у нас Какие-то вызовы Сюжетные миссии Так, сюжетные миссии Но это Которую мы На обычном Уровне Проходим Так Начать И Куда нас отправляют Бонус От комплекта Из-за восемь У каждого персонажа Можно поменять Хм Так, опять у нас Лаборатория И опять у нас Нет никакой музыки Ладно Только Звук стрельбы И драки Слушайте У меня такое ощущение Что мы здесь уже С вами были Или здесь просто Повторяются Миссии Или они слишком Похожи друг на друга Так, ну И Ух ты Не могу в это поверить Вижн Сначала мой костюм Теперь Вижн Это тоже Проделки Альтрона Я, оказывается Просканирую его для меня Сканирование данных Завершено Более 70% Совместимости С сохраненными мной данными Вижна И моделью его поведения Однако Однако что? Я фиксирую Совместимость С Альтронами Это Вижн Не тот Вижн Которого вы знаете Цель выполнена Продолжаем Согласно плану Какое облегчение Что они фальшивки Фух Но нам То не нужно волноваться По другому поводу Если они получили То зачем пришли Как только поймем Что это Не забудь сказать мне Давай Поторопимся Вы здесь? Наша работа Уже завершена Ошибаешься Наша работа Только начинается Вы не способны Становить меня Настоящий Вижн Мог бы Быть проблемой А ты вряд ли Ха-ха-ха Да, ребята Это какая-то поделка Ну-ка давайте Его Проучим Малька Так Понеслась у нас Ух Так Что он там брыкается Что-то дергается Да все, ребята Ему хана Смотрите Мы его разбираем Просто Как щегла У нас персонаж Уже восьмого уровня Что он хочет Так Все Он не жилец Блин Надо бы мне потом Раскачать Остальных своих персов Пора с ним завязывать Ребята Все Даже не поморщились Так Мы с вами Только достижения Получаем Одно за другим Так И девятый уровень У нас Ну что ж Неплохо Давай за 41 тысячи Повысим Конечно же Ран Та-да-да-да-да-дю Так Ничего я не буду Рассказывать Естественно Закрываем Че Командир Мы нуждаемся Че за фигня Какая хрень Тут еще вылазит Так Достигнут Уровень восемь Уже Слишком поздно Он скоро Будет здесь Меня не интересует Кто сюда явится Скажи мне Что ты у меня украл Я ничего у тебя не крал Если это так То какова твоя цель Вы это узнаете В следующий раз Когда мы встретимся Он изменяет Свою плотность Лови его Наташа Он может быть И не настоящий Но управлять плотностью Как вижен Он умеет Исчез Мы должны вернуться И посмотреть Не пропало ли чего Йокаста Займусь этим Сейчас же Капитан Фух Да Смылся от нас Чувачок Путешествие Героя 3 Завершено Опять можно Забрать Свой ревард Золото 240 тысяч И биометрики Гонщика 20 штук Так Ежедневное усиление Какое-то Да не надо мне Вот это все Да что же вы Прикопались Вот это я заберу Хе-хе Так Ну Так До второго ранга Его да Значит Повысить Как-то Как-то Надо умудриться Уровень Это базовая Характеристика Персонажа Чем выше Уровень Вашего персонажа Тем выше Его параметры Такие как Атака И защита В зависимости От ранга Персонажа Его уровень Может быть Повыше До 60 Уровень Персонажа Можно повысить Проходя миссии Или используя Фишки Опыта Ну Все понятно А вот как Вот мне Фишки Опыта Интересно Задействовать Вот что Не могу Никак Вспомнить Блин Так Ну что Давайте Переходим Ребята Сюда С вами Так Вот Она Моя Команда Команда Так Войти Поступил Сигнал О чрезвычайной Обстановке В Нью-Йорке Собираются Демоны Где Гринвич Виллиндж Какие Еще Демоны О чем Вы Это Святая Святых Нам Лучше Поспешить Почему Верховный Маг Не может Найти себе Гостей Получше Мне Очень Нужно Поговорить С ним О Принимаемых Им В жизни Решениях Эпические Приключения У нас Открыты Ребята Миссии Так Ну Давай Эпическое Приключение Выберем Руководство Да Тут Какое-то Верховный Маг Люди Икс Давайте Возьмем С вами Люди Икс Начать Сюжет Люди Икс Занять Боевую Позицию На школу Совершена Атака Не в первый раз Слим Хм Если все пойдет По плану Росомаха Он будет Последним Магнита И что тебе нужно От нас теперь Приятель Хм Не что А скорее Кто Он явился Заджин Я и сама Справлюсь Циклоп Тебе бы уже Давно Пора Это знать Магнита Не единственная Проблема Рыжая У него В резерве Целая армия Роботов С каких пор Самозваный Мастер Магнетизма Полагается На помощь Искусственных Созданий Хм И разве Когда мы Видели его В последний раз Он не сражался На нашей стране Одно я поняла Насчет Магнита Точно Он меняет Направление Быстрее Чем ветер Дело не только В этом Я не могу Прочесть его мысли Пока на нем Шлем Но не нужно Быть телепатом Чтобы почувствовать Что здесь Что-то не так Значит Нам нужно Это исправить Поймаем его Люди Икс В институте Ксавьера Спокойных дней Не бывает Если ты мутант То всегда Есть кто-то Кто тебя Ненавидит И боится Сегодняшний день Не исключение Добро пожаловать К людям Икс Ребята Надеюсь Вы выживете В этих приключениях Люди Икс Глава 1 Битва начинается Институт Ксавьера Родной дом Людей Икс Является Школой Где мутанты Подростки Учатся Использовать Свои силы Во имя Всеобщего блага Однако некоторых мутантов Не проще Применить свои Природные способности Для более Зловещих Целей Ух Эпические приключения Ребята Так Сюжетные миссии Исследования Тут дофига чего Ну давай Наверное Начнем Наверное С сюжетных миссий Что нам еще Остается делать Получен герой Боевой Росомаха Ху-ху Ну-ка Ё-моё Настоящее имя Джеймс Хоулет Росомаха Мутант С втягивающимся Адамантиевым Когтями И замечательным Уцеляющим Фактором Появившийся В результате Секретного Правительского Проекта Оружие Икс Несмотря на свое Тревожное И кровавое Прошлое Он присоединился К людям Икс Чтобы бороться За защиту Как мутантов Так и Обычных Людей Ух Вот так Ребята Как-то Росомаха В плане Такого не было Я не могу Его подвести Кого На кого ты работаешь А Магнита Кого Его Я думала Парни вроде Магнита Не отчитываются Ни перед кем Кроме себя Вот и Я об этом ira Он отчитывается Предо мной И я об этом Позабо Ууууу Росомаха Двойник Походу Дела Я в порядке Просто Оглушен Металлические Когти Не лучшее Оружие Против Магнита У которого Проблема С контролем Гнева Он уходит Может быть Но зато С пустыми руками И он Оставил Все свои Игрушки Хм Полагаю, нам придется их убрать Ух, ну что же, ребятушки Давайте, наверное, на этой ноте я и буду завершать это видео Всем большое спасибо за просмотр Мы обязательно с вами продолжим игру в следующей серии А на этом все Всем пока и до новых встреч, ребята Удачи вам Субтитры подогнал «Симон»